Добрый день, уважаемые коллеги и слушатели. Хотелось бы рассказать подробнее о изменениях в классификации мезонхимальных опухолей желудочно-кишечного тракта, так как вышло сразу две новые классификации, это новая классификация опухолей ЖКТ, так и новая классификация опухолей мягких тканей, где тоже подробно и дополнена была информация о гастроинтестинальной стомальной опухоли. Данная классификация доступна как в своем привычном бумажном формате, так и сейчас ими можно пользоваться онлайн по подписке. На экране сейчас представлена классификация мезонхимальных опухолей желудочно-кишечного тракта. Большинство из этих новообразований достаточно редкие. Самыми частыми будут являться доброкачественные полиповидные мезонхимальные образования, такие как подследистые липомы, различные сосудистые опухоли, такие как лимфангиомы, лимфангиомы, которые в желудочно-кишечном тракте не имеют злокачественного потенциала и прогрессии в лимфанге саркому, и полиповидное нейрогенное образование, которое характеризуется экспрессией С100, а перинеюронома по данным новой классификации имеет ассоциацию еще с зубчатыми поражениями. Но основная и самая частая мезонхимальная опухоль ЖКТ – это, естественно, гастроэнтестинальная астромальная опухоль, которая, если не учитывать микроскопические, гастроэнтестинальная астромальная опухоль встречается с частотой до 2 на 100 тысяч человек в год, а частота микроскопических очень велика. Здесь представлено японское исследование, в котором анализировались, тотально исследовались желудки, которые были удалены по поводу адренокарцинома желудка, и в 35 из них были обнаружены кит-позитивные гастроэнтестинальные астромальные опухоли размером от 1,5 до 5 мм. Причем в некоторых из них это были множественные опухоли. Наиболее частыми зонами, где возникает гастроэнтестинальная астромальная опухоль, является желудок около 60%, тонкая кишка 30% и толстая 12-перстная кишка около 5%. И самыми редкими будут являться гастроэнтестинальные астромальные опухоли пищевода и аппендиксы. Также существует понятие о экстрагастроэнтестинальных опухолях, которые могут возникать в забольшинном пространстве, в божейке кишки. Их частота менее 1%. И сейчас принято считать, что, скорее всего, это метастазы невыявленных гастроэнтестинальных астромальных опухолей. Гастроэнтестинальные астромальные опухоли возникают чаще всего из-за мутации, из-за кит-мутации, вовлекающих клетки кахали, которые являются водителями аритмоперистальтики, и также иммуногистохимически экспрессируют CD117. Слева на свадьбе они представлены. Как я уже раньше сказал, подавляющее большинство мутаций, которые влекут образование гастроэнтестинальных астромальных опухолей, это кит-мутации в 75% случаев, также в 10% это PDGFR-А мутации, и сукцинатогидрогеназодефицитные гастроэнтестинальные астромальные опухоли, которые будут отличаться по своей морфологии. Они будут являться эпителевоидно-клеточными, и они встречаются у более молодых пациентов. Также большая часть детских и подростковых гастроэнтестинальных астромальных опухолей. Это GST с мутациями PGFR-А и сукцинатогидрогеназодефицитные. Еще более редкими будут мутации PGFR-А и ассоциированные с нейрофиброматозом первого типа. И сейчас появились новые данные о гастроэнтестинальных астромальных опухолях, в патогенезе которых принимает участие НТРК-мутация, что имеет морфологический перекресток с новой нозологией, которая появилась в классификации опухолей мягких тканей. НТРК-позитивное веретеноклеточное новообразование, которое может быть разного потенциала злокачественности, чаще всего встречается у детей и подростков в глубоких мягких тканях туловища и конечностей. Здесь представлено все, что мы видим на этих гистологических слайдах. Это гастроэнтестинальные астромальные опухоли. Мы видим, что это спектр гетерогенных опухолей, характеризующихся разнообразной морфологией, но у них есть общие черты, такие как в подавляющем большинстве это веретеноклеточные опухоли, клетки которых складываются в пучки. Еще одним из часто встречаемых признаков является образование периноклеарных светлых вакуолей, но гастроэнтестинальные астромальные опухоли, которые не укладываются в такую типичную морфологию, могут вызывать некоторые диагностические трудности. Также эти трудности будут связаны с тем, что хоть и подавляющее большинство джинстопухолей экспрессируют CD117, которые регистрируют кит-мутацию, и CD34, которые экспрессируются чаще всего в опухолях желудка, и чем дальше опухоль расположена от желудка, максимальная и дистальная, тем ниже вероятность, что там будет экспрессия CD34. Так и другие иммуногистохимические маркеры, такие как гладкомышечный актин С100, что может быть связано с природой клеток Кахаля, которые являются промежуточными клетками нейроэктодермального происхождения. И даже в редких случаях они могут экспрессировать кератин, что при сочетании с эпитолиоидно-клеточной морфологией тоже может вести к ошибкам в диагностике. Вот мы видим еще один пример эпитолиоидно-клеточного гастроэнтерстинального с термальной опухоли, представленный солидной структурой с округлыми эрозинофильными клетками эпитолиоидными. И при иммуногистохимическом исследовании теряется экспрессия CD117, но в подобных случаях относительно недавно, но уже довольно широко используется антитело ДОК-1, которое может помочь при диагностике CD117 негативных джестов. И также сукцино-догидрогеназодефицитная гастроэнтерстинальная структурой с термальной опухоли, для их диагностики используется антитело SDHB, которое позволяет выявить все виды сукцино-догидрогеназной недостаточности, так как будет теряться экспрессия этой субъединицы во всех ее видах. Также интересны данные о том, какое количество гастроэнтерстинальных структуральных опухолей имеет PDGFR-мутацию. Особенно видно, что подавляющее большинство этих мутаций встречается в кипонегативных опухолях. В новой классификации также изменилась классификация гастроэнтерстинальных структуральных опухолей по прогностическим группам. Если раньше мы оценивали методический индекс в этих опухолях в 50 полях зрения большого увеличения микроскопа, здесь мы видим общую тенденцию, что сейчас методозы оцениваются в 5 квадратных миллиметрах, что при стандартной микроскопической технике будет около 25 полей зрения, но при этом котов осталось таким же, то есть до 5 и более 5 методозов. И при этом гастроэнтерстинальные структуральные опухоли в новой классификации опухоли желудочно-кишечного тракта больше не кодируются как доброкачественные и злокачественные. И все гастроэнтерстинальные структуральные опухоли сейчас кодируются ICDL-кодом ДРП-3 как злокачественные опухоли. Но при этом мы видим, что опухоли первой прогностической группы имеют крайне низкий нулевой процент прогрессирования заболевания. Я думаю, на этом можно закончить.